Для себя, наверное, какие-то выводы. Стычки начались еще на разминке, сошлись на раскатке, даже не на разминке, на предыгровой раскатке. Это, я напомню, за полчаса примерно до начала игры. Кто-то на красной линии кого-то задел, кому-то это не понравилось. В общем, дрались Свитов и Веро. Принимал участие в этой драке еще один штатный полицейский, Витя, Сагден. Впрочем, играть начали. Вот на третьей минуте начало силовой прием. Свитова против Веро, жесткий Сагден. Вступает за своего товарища по команде, начинается драка между Сагденом и Сагденом. В результате которой сразу шесть игроков получили штрафы. Пять минут за грубость и двадцать минут дисциплинарных до конца игры. Еще раз напомню, по протоколу время три двадцать семь. Дарси Веро, Брэндон Сагден, Евгений Сапожков, Александр Романов. Все это игроки Витязя, пять плюс двадцать каждый. Антон Носов из Витязя, двадцать минут грубость. Алексей Литвиненко, четыре минуты грубость плюс десять минут грубость. Это что касается игроков Витязя. Информация неофициальная, информация не из протокола, а из онлайна, который шел из Чехова. Что касается авангарда, Антон Белов, пять минут грубость плюс двадцать дисциплинарных до конца игры. То же самое Александр Свитов, то же самое Тимофей Шишканов. Яромир Ягар, четыре минуты грубость, десять минут дисциплинарный штраф. И Денис Ежов, две минуты грубость плюс десять минут дисциплинарный штраф. Да, берущийся Яромир Ягар, это достаточно редкое такое зрелище. Я, честно говоря, даже не припомню своей практикой, чтобы Ягар так вот настолько показывал какие-то навыки. Именно в проведении боксерских поединков, это, конечно же, не его епархия. И по идее драться должны совершенно другие люди, но здесь видно же все уже дошло, что называется, до кромки. Это первая драка, случилась, наверное, еще раз повторяю, на четвертой минуте, после чего игра должна была быть продолжена в неполных составах четыре на четыре. Ягар Веро и Шишканов вместе с Романом с крупным планом. Ну, еще скажу, что последний этот поединок, команд в Чехове, если вы помните, год назад так же закончился трагедией. Тогда на последних минутах плохо стал Алексею Черепанову, спасти его тогда не смогли. Авангард после этого в Чехов не приезжал, и вот приехал первый раз спустя год с лишним. Сразу же вот такой вот ЧП, которого в истории нашего хоккея еще не было ни разу. Итак, игра продолжена в формате 4 на 4, вроде бы ничего не подвешает, опять же, массовый драк. Но они, тем не менее, опять начинаются. Опять свисток, опять удаление. Что здесь? 75-й номер это Евгений Орлов из авангарда. Евгений Орлов, 4 минуты после этого, плюс 10, дисциплинарный штраф. Алексей Бондрев, авангард, 4 минуты плюс 10, дисциплинарный штраф. Владимир Перуушин, 4 минуты плюс 20, дисциплинарный до конца игры. Александр Хромков, 16 номер авангарда, грубость, плюс 20, дисциплинарные до конца игры. Плюс 2 минут еще за грубость. Что касается «Витязя», Сергей Зубарев, номер 16, 5 минут, плюс 20, дисциплинарные до конца игры. Алексей Кознев, «Витязь», Кознев тоже уж я забыл, когда он последний раз дрался, он удаляется на так часто. И вот, тем не менее, 5 минут, грубость, 20, дисциплинарные до конца игры. Дмитрий Мегалинский, номер 77, 4 минуты грубости, наверное, и 10, дисциплинарные до конца игры. Денис Сергеев, Витязь, грубость и 10 дисциплинарный до конца игры. 7 секунд сыграли команды, после чего ровно наполовину состава уже были усечены. И вот очередная драка, это уже 3.37, через 3 секунды после вбрасывания. Ну и обратите внимание, что с лавочки выбегает игрок авангарда Дмитрий Лосиньков, 72 номер, судья все видит. После этого с лавочки выбегают уже не один, не два игрока Витязя, после этого выбегают с лавочки игроки авангарда. Соответственно начинается драка уже масса и на лед выходит уже и оштрафованный. Да, но что-то подобное мы, наверное, если кто-то и видел, то это было в середине 80-х на младежном чемпионате мира, когда дрались сборные СССР и Канады, тогда, если вы помните, примерно полчаса драка была все на все. Вызывали полицию, это не помогло. Чемпионат мира был в Словакии, в Пештянах. В итоге Международная Федерация Хоккей дисквалифицировала как канадцы, которые тогда претендовали на золото, так и сборные СССР, которые не претендовали уже ни на какие медали. Итак, 3.37. Яромир Ягар, очередные 10 минут, грубость, Алексей Бондарев, авангард, грубость, Ежов, грубость, Орлов, грубость, 20 минут, грубость, Рыбыкин, 20 минут, Эрик Перен, 20 минут, Денис Ежов, 10 минут, Дмитрий Волосенков, 20 минут. Что касается Витязя. Клименко, Панарин, Литвиненко, Мегалинский, Комаристый, Носов, Батыршин и Сергей Денисов.